Всем добрый день! На связи Александр Янюк. Я рад вас приветствовать на нашем обзоре фьючерсного рынка. Сегодня у нас впервые запись данного мероприятия, потому что сегодня день труда. Всех поздравляю с днём весны, с днём труда. Надеюсь, что работа у вас будет эффективная. Если вы видите это видео, значит я уже далеко от цивилизации и связи у меня там нет. Поэтому я подготовил запись сегодня с утреца о том, что произошло в этом мире, на что стоило обратить особое внимание и на что стоит обратить внимание на следующей неделе. Какие инвестиционные идеи и торговые идеи отработали себя хорошо, а какие не очень. Посмотрим. Итак, на этой неделе индекс доллара продолжил своё снижение. Это неудивительно, потому что данные вышли ужасные. В ВВП США упало на 4,8%. В еврозоне падение на минус 3,8%. Это огромное снижение эффективности экономики. Это сужение экономики. Данные неудивительные. Все ожидали плюс-минус таких же показателей и меня очень радует даже то, веселит немного то, когда смотришь, вышли данные, они подсвечиваются зелёным, значит они лучшие ожидания, но не очень плохие. Как они могут хорошо повлиять на рынок. Все потому, что рынок живет ожиданиями. В цену закладывают сразу уже самый плохой, самый хороший сценарий. Все сценарии закладывают в цену. Также у нас сегодня будет прогноз погоды. Не переключайтесь, будет прогноз погоды. Из тех данных, которые вышли на этой неделе, стоит обратить внимание, стоило обратить внимание на показатели инфляции. Они понемножечку уже начали расти. Из-за вливания денег центральными банками в экономику инфляция начала расти. Печатание денег не проходит просто так. Уже первые данные по индексу потребительских цен в Австралии и в еврозоне говорят о том, что в России, что инфляция ускоряется, значительно ускоряется. На валютных рынках мы увидели на этой неделе разнонаправленную динамику. Все связано с тем, что конец месяца, ребалансировки портфелей, позиций, ну неудивительно, да? Вот. Итак, давайте пройдем по порядку. На этой неделе европейская валюта отлично сходила вверх. В понедельник мы ее видели где-то вот в этом районе и рассматривали технический пробой, вот этот нисходящий небольшой коррекции. В целом мы говорили о том, что евро имеет все шансы на укрепление в ближайшей среднесрочной перспективе до целевого уровня 1.11. С чем это связано? С тем, что индекс доллара проседает из-за избытка ликвидности долларов. На этом фоне европейская валюта чувствует себя хорошо. Плюс, плюс также активы, номинированные в евро, сейчас приносят фактическую большую доходность, чем активы, номинированные в долларах. Поэтому инвесторы сейчас перекладывают свои сбережения, свой капитал в европейскую валюту. Окей, по евро прогноз сохраняется, восходящая тенденция будет продолжена в ближайшее время. Лично мое мнение, что она будет сильно продолжена. Мы видели отметки вблизи локальных минимумов. Ну и я уверен, что мы дойдем к каким-то 1.2. Это очень оптимистичный прогноз, но посмотрим, как будут развиваться события. Экономика Европы уже понемногу запускается. В то время, как в США пока что так себе. Хорошо, дальше. Швейцарский франк тоже продолжил свое, точнее, не продолжил, развернулся немного, сменил свою основную тенденцию. В понедельник мы говорили о том, что я ожидаю швейцарец на значениях пониже. То есть я ожидал снижения ниже уровней минимума, но при подходе туда образовывались каждый раз пин-бары с огромным объемом, проторгованным в хвосте. С большим объемом, проторгованным в хвосте. И после этого происходил разворот тенденции. Уровни объема, которые находятся на отметках 1.02, они устояли, цену удержали. Мы видим, что предыдущие минимумы так шпильками обновили и цена себе дальше пошла. Увидим, посмотрим, как цена поведет себя вблизи вот этих уровней сопротивления. Но в целом, напомню, что швейцарский банк, он отказался от количественного смягчения. То есть они не печатают франки. Это понемножечку привлекает инвесторов, потому что инфляция в Швейцарии может быть меньше, чем в остальных странах. Но в целом, швейцарский франк, судя по сотоотчетам, находится в немного более слабой позиции по сравнению с европейской валютой. Дальше, австралийский доллар вплотную подошел к ближайшим сопротивлениям, вернул все утраченное за март, за предыдущий месяц. А, уже за март и апрель, да. За март вернул все то, что потерял за март и за апрель все возвратил. Окей, подошли мы к первым сопротивлениям. Здесь и уровни объема, и целевые уровни находятся. Это в понедельник мы посмотрим данные сотоотчетов и уже там будем смотреть, есть ли потенциал дальнейшего роста. Потому что, вот если вот так посмотреть просто на кластерную картинку, мы видим ликвидность вот здесь. Мы видим, что ликвидность пришла вот здесь. То есть, уже тут участники рынка начинают принимать решения. Они начинают либо покупать, либо продавать. И вот в понедельник мы посмотрим сотоотчеты и проанализируем их. И тогда будем понимать, в какую сторону двигаются крупные деньги. Мексиканский Песо что вверх, что вниз на этой неделе сходил. В принципе, волатильность сужается. Мы это видим по тому, что не обновляют ни локальные минимумы, ни локальные максимумы. То есть, идет сужение движения. И образовывается фигура в техническом анализе, которая называется треугольник, после которой может быть пробой либо верхней, либо нижней границы. Но здесь мы гадать не будем. И заходить по факту мы тоже не будем. Потому что в ближайшее время, учитывая снижение индекса доллара, учитывая рост цен на энергоносители, мексиканский Песо имеет все шансы для укрепления. Для локального укрепления. После обновления локальных минимумов, после сбора ликвидности, можно будет открываться на лонг. Японская иена подорожала на этой неделе. Правда, быстренько вчера и потеряла достижение. Но сегодня вроде как нормально держится. То есть, 27 число у нас было вот здесь. В начале недели до середины мы вроде как двигались хорошо. Это означает, что долларовой ликвидности очень много. Фондовые рынки росли. Да, росли. И японская иена росла. Что удивительно, потому что у них обратная корреляция. Чаще всего у них обратная корреляция. Но текущее положение дел указывает на то, что долларовой ликвидности очень много. И индекс доллара в ближайшее время будет снижаться. Это и создает поддержку для той же японской иены. По новозеландскому доллару особо ничего не поменялось. Не знаю. Просто стоим. Ликвидность немножечко пришла. То есть, мы видим скопление объема вот здесь. Но уже в понедельник посмотрим, были ли критические изменения в позициях хеджеров, крупных спекулянтов. Британский фунт понемножечку дрейфует вверх. Пока что ничего по этому сказать не могу. Я за то, что британец будет дорожать в ближайшее время. Учитывая то, что у них ставки еще не нулевые. У них есть куда двигаться. Экономика находится в более выгодном состоянии, чем экономики еврозоны. За счет того, что, я уверен, Германия, Испания, Италия, они быстро выйдут из вот этого а-ля кризиса, из этой рецессии. Но в Европейском Союзе есть еще много стран, которые не так хорошо себя чувствуют сейчас. И они будут тянуть вниз всю экономику еврозоны. А вот Британия уже вышла. У них развязаны руки. Они смогут подписать новые торговые соглашения, открыть для себя новые рынки. Тем самым их экономика восстановится быстрее. Поэтому и британец, как по мне, будет показывать лучшие результаты, чем европейская экономика. Так, и по валюте последнее. Это у нас канадский доллар. Немножечко он подорожал на этой неделе, но быстро тоже потерял свои достижения в конце недели. После того, как вышли данные PMI, после того, как вышли данные ВВП. Данные выходят плохие. Но это все уже заложено в цену. Текущая распродажа, она была как фиксация прибыли перед окончанием месяца. Вот и все. Я уверен в том, что канадский доллар в ближайшее время тоже будет хорошо себя чувствовать за счет дорожающей нефти. Окей, дальше. Рынок сырья. Рынок сырья. Нефть продолжает движение вверх. Я не знаю, читали ли вы статью, которую публиковали во вторник, если я не ошибаюсь. Там я описал все факторы, которые сейчас, по моему мнению, основные драйверы движения цен на нефть на мировых рынках, расстановка сил, баланс, как спрос предложения в ближайшее время будет меняться, как он уже поменялся. В понедельник мы посмотрим на позиции своп-дилеров, крупных спекулянтов, хеджеров и так дальше по нефти. Но в целом я уверен, что мой прогноз в ближайших, не знаю, полтора-два месяца точно меняться не будет. Я жду восстановления котировок нефти, учитывая то, что экономики начинают восстанавливаться, учитывая то, что спрос на нефть понемножечку возвращается. Ну и хранилища все кричат, что они полностью заполнены, но на самом-то деле это не совсем так. Окей. Нефть, прогноз положительный, сохраняется, будут локальные коррекции, будут импульсные росты, но среднесрочный прогноз вверх. Хочу отметить, что декабрьский контракт фьючерсный на декабрь 2020 года торгуется, вот недавно торговался по 30 долларов, уже по 30 долларов, понимаете? То есть закладывают в цену, что в декабре нефть будет по 30 долларов. То есть то, что вернется спрос, запустится экономика, да, конечно же, конечно же, не так быстро вернутся авиаперелеты, машины, не так много будут ездить, не знаю, что еще. Но смысл в том, что ОПЕК же сокращает производство, добычу. ОПЕК сокращает добычу. Раз договорились, смогут договориться еще раз. Уже в США падает количество буровых платформ, в России снизилась добыча. Посмотрим данные ОПЕКа в ближайших, сколько там, две недели, будут уже предварительные данные по поводу того, соблюдают они договоренности или нет. Но там уже может меняться прогноз в зависимости от соблюдения прогноз договоренностей. Потому что, если я не ошибаюсь, Россия подписалась на то, чтобы сократить добычу на 24%. С 11 миллионов баррелей в сутки, 11-29 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллионов баррелей в сутки. Это огромное снижение вплоть до уровня 2009 года. И технология такая, что после остановки, после снижения добычи на такое количество, есть вероятность, что в ближайших несколько лет они не смогут возобновить ее так сильно. ОК. Золото тоже поддалось сильной распродаже. Все это происходило на заседании ЕЦБ. Кстати, ставку не поменяли. Ни один из банков не поменял ставку. Я уверен, что монетарная политика сейчас и так достаточно мягкая. Ну, ЕЦБ и так некуда уже менять. У них отрицательные отметки. Но, в принципе, там был слушок о том, что они могут еще немножечко снизить ее. То есть загнать еще в более отрицательную зону. Золото поддалось распродаже. Балансировка на рынке это нормально. Балансировка позиций золота чувствует себя лучше всего за последних полтора-два месяца. То есть достаточно сильно подорожало. И сейчас идет распродажа. Уверен, что эта распродажа будет хорошим поводом для того, чтобы присмотреться к покупке золота. Потому что инфляция уже начинает расти. Да, я понимаю, что это уже заложено в цену. Но реальные, фактические данные, которые будут выходить по инфляции в странах, они дадут еще ту волну, на которой можно будет прокатиться. Поэтому ждем дивергенции кумулятивных дельт. Ждем закрытия свечи. Может быть 4 часа. Может быть дневной таймфрейм в виде пинбара с большим объемом в хвосте. И вот тогда уже можно будет принимать торговые решения. То есть ждем точку входа. Качественная точка входа это как раз таки то, что нам надо для занятия позицией. Биткоин. Ух, биткоин конечно сильно порадовал всех инвесторов. 30% за апрель. Там даже чуть больше было в моменте в 40. Сейчас, если я не ошибаюсь, 8900 это как раз таки 30-35% движения за апрель. Это огромный результат. Связано это все с тем, что на рынке эйфория запросов в гугле, словом халвинг выросло просто, количество запросов выросло к пиковым значениям. Все ждут того, что после халвинга цена продолжит свое восходящее движение. Но к сожалению, к сожалению, когда спрос реализуется на рынке, то дальше толкать цену будет некому. И я думаю, что мы увидим снижение котировок в ближайших несколько месяцев, если вдруг не появятся новые факторы. Я уверен в долгосрочной перспективе биткоина за счет инфляции в мире, за счет того, что деньги обесцениваются слишком быстро, за счет того, что биткоин ограниченная эмиссия и сейчас сложность добычи вырастет еще больше. Объем хешрейт сети упадет и в ближайших месяцев 9-12 вся стоимость инфраструктуры биткоина, сети биткоина, она сильно подорожает в цене, вырастет. За счет этого и биткоин имеет все шансы продвигаться дальше вверх. Но вот в ближайший месяц, я думаю, что как раз таки за май-июнь мы увидим локальную коррекцию, для того, чтобы рынок немного остыл. Когда в рынок приходят слабые деньги, они покупают на максимумах локальных, это закон. И чтобы эти цены стали локальным максимумом, нужно сделать вот так или даже вот так. И вот тогда уже продолжит шествие вверх. Потому что они не любят ждать. Этот рост вызван спекулянтами. Если посмотреть на спот-площадки, то большинство объема проходило маркетбай, да, и небольшими объемами, то есть порции небольшие заходили. Да, это могли быть алгоритмы, но на секундочку, ну какие крупные фонды будут покупать уже на локальных максимумах? Вот посмотрите, какой объем был, да, вы видите, вот здесь, вот здесь. Может быть, они здесь импульс сделали, но вот тут уже заходили розничные трейдеры, а их судьба известна. Так, дальше. Из сырья у нас это медь еще осталась. Медь неплохо держится, неплохо держится. Ну, в принципе, никакого дальнейшего продвижения пока что нет вверх, особых импульсов. И газ тоже, в принципе, неплохо держится. Спред между газом и нефтью понемногу сходится, я доволен. Надеюсь, вы тоже. Надеюсь, вы тоже. Так, по поводу прогноза погоды, то есть сырье. Вышли данные, новый прогноз погоды на ближайшее время в США. И, согласно этому прогнозу, засуха будет с очень низкой вероятностью. Да, урожай в наших регионах, он немножечко упадет из-за погоды, вот этих дисбалансов погоды, да. Но за счет запасов, за счет того, что в США прогнозируется достаточно хороший урожай, мы увидим, мы увидели падение, точнее, зерновых на этой неделе. То есть, пшеница немного упала. Хорошо, дальше. Так, по поводу сырья разобрались. Вроде все окей. Следующий, это фондовый рынок. Следующий, последний. Коронавирус ушел на задний план, на второй план. Сейчас уже все меньше и меньше внимания уделяют СМИ этой новости, пандемии. Понемногу вроде идет на спад, скоро карантинные меры будут снимать. Посмотрим, как это повлияет. Сейчас основным драйвером на рынке является сезон отчетности. Уникальная картина за последних несколько лет. Есть несколько компаний крупных, которые занимают почти 50% веса в индексе. То есть, они сильно скоррелированы с индексом. У них, как это более детально, не знаю. Короче, у них очень большой вес в индексе. Если они растут, то индекс с большей вероятностью будет расти. Они тащат его. Они локомотив. Так вот, они отчитались хорошо. Потому что в основном у них, не знаю, облачный, у них нереальный бизнес. У них бизнес не в реальном секторе. Это я говорю о Facebook, об Amazon, это я говорю об Apple, не знаю, MasterCard, Visa и так дальше. То есть, вот такие крупные компании, Microsoft, крупнокапитализированные компании, у которых бизнес сильно диверсифицирован. В основном он диджитализирован. И поэтому на них сильно коронавирус и пандемия не повлияли. Да, падение спроса, падение покупательской способности населения, настроения населения. Но на них очень сильно это не повлияло пока что. На этих отчетах фондовый рынок двигался вверх. Всю неделю, почти всю неделю мы видели движение вверх по фондовым индексам. Особенно это был NASDAQ. Но на следующей неделе все эти компании побили ожидания. На следующей неделе уже начнут стартовать, подавать отчеты промышленные компании. Вот там-то мы увидим падение спроса, падение объема экспорта, импорта. Вот там мы увидим реальные цифры и реальное влияние пандемии на экономику США. Я думаю, что как раз таки вот сейчас, когда фондовый рынок сильно отошел от своих минимумов, когда S&P уже, не знаю, в шаге был от достижения отметки в 3000, когда мы обновили снова локальный максимум, вот там-то большинство участников уже задумалось, это V-образный разворот, нужно покупать. Согласно опросам, 85% опросивших, 85% крупных трейдеров, крупных менеджеров фондов, они ожидают дальнейшего снижения цены. С одной стороны, когда все ожидают снижения, вроде нужно покупать, потому что снижения с большей вероятностью не будет. С другой стороны, мы так вяло двигаемся вверх, сезон отчетности только начался, мы очень вяло двигались на сезоне отчетности. В основном это все тащили эти крупные капитализированные компании. После отчета промышленников, ну, посмотрим, как будет вести себя рынок. Отлично, я за то, что рынку уже пора сходить в небольшую коррекцию, для того, чтобы разгрузить участников, которые заходили вот здесь на локальных максимумах. Но, в принципе, я за то, чтобы он двигался вверх. Лично мое мнение, что в ближайшее время мы не увидим обновления локального минимума, который был зафиксирован 23 марта. То есть, локальные коррекции, провалы, они могут быть для того, чтобы снова всех напугать, для того, чтобы снова все уверовали в обновление минимумов. Но, в принципе, я считаю, что этого не будет. И это будет крутая возможность, да, для того, чтобы прикупить. Заседание ФРС прошло на этой неделе. И что мы с него взяли? Джон Пауэлл подтвердил мнение и аналитиков, и инвесторов о том, что они планируют поддерживать бизнес неограниченно. И вот даже те отчеты, которые показывают, что безработица достигает, безработных стало практически 20-30 миллионов, что это около 20% трудоспособного населения. Даже эти факторы, они не так сильно повлияли на рынок, как просто заявление Пауэлла о том, что мы будем поддерживать бизнес практически неограниченной ликвидностью. Некоторые штаты уже начали запрашивать дополнительное финансирование для того, чтобы платить зарплату госслужащим, чтобы они не стали вдруг безработными. Это некоторые проблемы. Но вот ФРС как-то научилась решать проблемы новым печатанием денег. Самое страшное, самое страшное, что сейчас происходит, это падение спроса. Да, вот падение спроса в Америке, оно произошло с 120 до 86. 86,9. Ну, у Reuters своя статистика. Это огромнейшее падение потребительских настроений за последнее время. И хочу отметить, что мировая экономика, она построена как раз-таки на потреблении. Поэтому, если потребление не восстановится, то вот тогда промышленники, они почувствуют реальное падение, а оно с большей вероятностью в ближайшее время не восстановится. Южная Корея отчиталась о том, что экспорт упал на 24%, импорт упал на 16%, идет огромное падение экспорта-импорта в Китае. То есть, Китай уже столкнулся с проблемой экспорта. Некому экспортировать, никто не покупает товары. Люди сидят на экономии, люди копят сбережения, не знаю, они стараются не так сильно тратить эти сбережения. Домохозяйство начали больше тратить на товары первой необходимости, ну вот там на машины, на телефоны, электротехнику и так дальше. Начали покупать ее меньше. Но, но, PMI Китая, композитный, вышел. Лучшие ожидания, он немного подрос до 53,4%. Это говорит о восстановлении экономики после коронавируса. Полном восстановлении экономики. В принципе, что еще хотел бы отметить. А, из фондового рынка хотел отметить то, что господин Безос, самый богатый человек на планете, предупредил о том, что интересно и немножечко смешно, что в следующем квартале с большей вероятностью Amazon покажет убыток. Потому что слишком много было расходов на безопасность сотрудников. То есть, Amazon, такая махина, которая продает очень много, зарабатывает очень много, могут показать убыток в следующем квартале из-за того, что они потратились на сотрудников, на обеспечение безопасности. Ну и также Apple предупредили о падении спроса и о том, что выручка в следующем квартале может упасть сильно. Так, власти штатов попросили еще 1 триллион долларов для зарплат служащим, госслужащим. Это, конечно, очень сильно, учитывая то, что 3 триллиона уже было выделено. Еще один давайте. Ну, посмотрим, как отреагирует ФРС. Мне кажется, что чем ближе выборы, чем ближе стычка между демократами и республиканцами, тем сложнее будет пропихать свои какие-то требования, свои, не знаю, получить денег будет сложнее Трамп в ближайшее время. Это как раз тоже может подлить масло в огонь и немного индексы скорректировать, вернуть немного к реальности. Хорошо, на этом, в принципе, все. Если у вас остались вопросы, вы их можете написать в Телеграм. Как только у меня появится связь, я обязательно вам на них отвечу. В принципе, ничего я от вас не утаил. В понедельник все по стандарту. Мы с вами встретимся. И в понедельник посмотрим на... Уже проанализируем соточеты, посмотрим, какие новости стоит ожидать, на что стоит обратить особое внимание, а также сформулируем несколько торговых идей. Всем хороших выходных, хорошо вам отдохнуть, наберитесь сил. Счастливо и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok